Инженерный институт Елена Сергеевна Каратаева, заместитель директора по образовательной деятельности. Елена Сергеевна, добрый день. Добрый день. А также Эльдар Ильсурович Хафизов, заведующий кафедрой управления качеством. Эльдар Ильсурович, вам тоже доброго дня. Добрый день. У нас есть заготовленные вопросы, как всегда, но перед этим пару слов об Инженерном институте. Инженерный институт достаточно молодое структурное подразделение. В этом году мы отмечаем юбилейные 10 лет. В нашем институте обучается порядка 360 студентов и аспирантов очной формы обучения. Мы видим обучение в очной форме, поскольку у нас инженерная направленность. Обучаем по многоуровневой системе, то есть это бакалавриат, магистратура и аспирантура. В бакалавриате у нас это две программы управления качеством и техническая физика. И в магистратуре это порядка семи образовательных программ, делящиеся на основные направления. Это биологические системы и технологии, инноватика и техническая физика. Ну, если вот так вкратце. У нас достаточно профессиональный профессорский преподавательский состав. Преподают как штатные преподаватели, так и приглашенные лучшие специалисты вузов-партнеров и представители промышленных предприятий-партнеров. Да, я отмечу, что на кафедре управления качеством реализуется программа бакалавриата. Первый профиль это управление качеством. Второй профиль управления роботизированными производственными системами робототехника. Робототехника у нас промышленная и андроидная, человекоподобная робототехника. Также по управлению качеством третий профиль это проектирование и эксплуатация объектов топливно-энергетического комплекса. А в рамках магистратуры, в рамках инноватики у нас продолжение таких программ, как метрология и сертификация, инновационные технологии управления роботехническими системами. Хорошо, давайте немножко углубимся в научную деятельность. Какие есть для этого возможности у студентов в институте, чтобы проявить себя в научной сфере? В инженерном институте достаточно большой научный пласт. Нужно отметить, что девизом инженерного института является такой некий слоган роботизированные и аддитивные технологии в биоинженерии. И собственно в рамках данного направления у нас и развивается как образовательная технология, так и научное направление. В инженерном институте присутствуют профессора, соответственно, которые вокруг себя консолидируют так называемую взрослую науку. Основные научные направления это физика, плазмы развиваются, это роботизированные технологии, все что связано с антропоморфным, человекообразным роботом, промышленной робототехникой. Это нужно отметить, что на кафедре биомедицинской инженерии и управления инновациями достаточно активно развивается такое современное направление, как сельское хозяйство. В частности, одним из научных направлений является обработка семян плазмой, то есть это некая такая комбинированная модель физики плазмы и биоинженерии, плюс агротехнологии. То есть очень достаточно перспективное современное научное направление. В рамках этого научного направления у нас созданы и студенческая научная школа, студенческие научные кружки. Очень в этом году мы гордимся тем, что у нас при инженерном институте есть так называемые молодежные стартапы, которые возглавляют аспиранты, которые ведут научные направления. В частности, одно из направлений – это как раз именно обработка семян плазмы. Очень активно развивается научное направление, связанное с адъективными технологиями, с материаловедением. То есть, в частности, мы ведем разработки в области новых материалов для имплантов, для различного протезирования. И нужно отметить, что 3D-печать у нас на базе инженерного института представлена практически вся линейка 3D-принтеров. То есть печать 3D-принтеров на базе пластика, ABS-пластика – это порошок полимерный и металлизированный порошок. То есть, в принципе, материально-техническое оснащение инженерного института позволяет реализовывать научные исследования для практикоориентированных, для наших предприятий промышленных партнеров. Например, завод имени Горького, КАМАЗ. То есть, вот такие вот проекты. Молодое у нас налаживается сотрудничество сейчас с фирмой «Соларс». То есть, это автомобиль и машиностроение. Вот, в общем-то, такие достаточно перспективные направления в инженерном институте. Мы активно принимаем участие в различных научных конкурсах, грантах. У нас есть победы. У нас есть... Гордимся тем, что вот инженерный институт – это, наверное, один из самых активных институтов, который создает объекты интеллектуальной собственности – патенты. На сегодняшний момент, за последние два года, в инженерном институте создано более 35 патентов. Причем, это патенты разного направления. Больше всего, конечно, мы акцентируемся на изобретениях. А это достаточно серьезные технические решения, которые имеют мировую новизну и практическую значимость, поскольку без этих критериев патенты, естественно, нам никто не выдаст. У нас есть практика создания промышленных образцов. В частности, например, в период пандемии в инженерном институте были разработаны такие технологии, как обеззараживающая жидкость. То есть тоже, в принципе, на базе инженерного института. Мы, естественно, сотрудничали с нашей клиникой МСЧ. То есть у нас есть клиника МСЧ. И вот на базе инженерного института разрабатывались технологии именно с точки зрения пандемии. Поэтому, так вот, скажем, в рамках одного КФУ-Лайф достаточно сложно рассказать. Проще, наверное, прийти к нам, и мы познакомим нас с нашей материально-технической базой. К слову сказать, что экскурсия с поверхностным знакомством нашим с материально-техническим оснащением инженерного института занимает около часа. То есть это просто пройтись по лабораториям и посмотреть, какое оборудование стоит и как оно работает. А уж если углубляться в технологии, то здесь можно, в общем-то, как раз-таки, как и в рамках магистратуры, застрять на два года. А то и на все большие годы. То есть это бакалавриат, магистры и аспиранты. У нас остаются потом они преподавать еще и продолжают науку. Вот, если вкратце, по науке так. Хорошо. Хорошо. Сказали про магистратуру, давайте к ней отправимся. Интересует направление магистратуры, есть ли в магистратуре заочное отделение. Вот такой вопрос у нас прилетел на днях. В магистратуре обучение очное, заочное, вечерней формы обучения у нас в магистратуре нет. И направление магистратуры давайте также озвучим. Это вот по инноватике такие программы, как первая метрология и сертификация, вторая программа инновационные робототехнические системы, технологии управления робототехнической системой. Третья, это управление жизненным циклом объектов топливно-энергетического комплекса. Четвертая программа, это интеллектуальная собственность. Далее, две программы по биотехническим системам, технологиям, такие как, первая, медико-биологический аппарат системы и комплексы, и вторая – это медицинская и клиническая техника. Также по магистратуре технической физики у нас магистрская программа связана с водородной энергетикой. И к открытию готовится направление, связанное с робототехникой, с автоматизацией и управлением в технических системах, и также связанное с аддитивными технологиями. Когда начинается прием магистратуры? Прием в магистратуру стартовал 1 марта. Активная фаза через полторы недели, 20 июня, стартует в целом приемная кампания в КФУ. Ребята имеют возможность сдавать вступительные испытания в магистратуру. Первый этап у нас был 19 мая, ближайшая дата – это 19 июня, июль, и до августа будут проходить вступительные испытания в КФУ. Возможность сдать как очно, как дистанционно, онлайн, с помощью системы прокторинга. Сколько бюджетных мест в магистратуре? В магистратуру в этом году 54 бюджетных места. В институте традиционно в нашем большое количество бюджетных мест, и ребята заполняют бюджетные места, и традиционно хорошая возможность для поступления в инженерный институт дают бюджетные места. Так как прием у вас начался с 1 марта, уже отслеживается какая-то конкуренция? Сколько человек на место может быть по итогу? С 1 марта активно начали подавать иностранцы. Так как иностранцы один год обучаются русскому языку, то есть на подготовительных факультетах, то мы здесь, ну можно сказать, что у нас есть заявки из Туниса, граждане Туниса, граждане Ирака, Турции. Традиционно наши ближние зарубежья, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, очень активно подают заявки. И по поводу конкурсных мест, по поводу конкурсного отбора, можно будет судить в августе по факту прохождения приемной кампании 2023 года. Хорошо. Нужно ли сдавать вступительные экзамены? Такой вопрос. Вступительный экзамен в магистратуру, он у нас называется как бы комплексным вступительным испытанием, и в него входят действительно три элемента. Первый – это тестирование, оно с помощью компьютера, с помощью прокторинга оценивается. Помимо в этом тесте традиционно 15, 20, 25 вопросов с возможностью выбора ответа или открытые вопросы. Помимо тестирования, второй элемент – это так называемое достижение кандидата, абитуриента. То есть в это достижение является публикационная активность, с отличием законченный уровень бакалавриата, стаж работы в профессиональной секторе экономики. И третье – это также мотивационное письмо, когда сам кандидат, абитуриент, рассказывает, почему же он хочет оказаться в стенах Казанского федерального университета, почему же он хочет именно учиться в инженерном институте. И вот по этим трем элементам, трем пунктам в комплексе оценивается уровень, подготовленность, степень готовности абитуриента к обучению в инженерном институте КФУ. А у бакалавров вступительные испытания? У бакалавров вступительные испытания традиционные для граждан РФ – это результаты ЕГЭ, у нас это русский математика, физика, которые вчера ребята сдавали, и информатика. Для тех, кто заканчивает уровень СПО, техникумы, колледжи и среднепрофессиональное образование, у нас в университете также традиционно есть внутренние вступительные испытания, когда ребята сдают, например, у нас это основы программирования или основы механики для поступления в инженерный институт. А есть ли какие-то преимущества при поступлении через СПО? Преимуществом тех, кто заканчивает СПО, мы всегда отмечаем те ребята, которые пришли к нам учиться, у них уже достаточно такой наработанный практический опыт, и это проявляется при изучении, прохождении лабораторных работ, при прохождении практики, и эти ребята становятся лидерами в академической группе. Вот это преимущество мы отмечаем. Базовая подготовка на уровне СПО, так как ребята, допустим, заканчивают авиационным техникум и поступают к нам. И мы видим, что у них уже есть именно базовые направления, базовые знания, то есть ребята стремятся усовершенствовать и получить высшее образование. Вот это преимущество мы видим. Есть ли какие-то особенности в приемной кампании этого года? Каждый год приемная кампания вносит изменения, новшества, но я отмечаю, что эти новшества направлены на удобство абитуриентов, семьи, родителей, которые каждый год переживают за поступление. То есть это уже не обязательно приходить в приемную комиссию, а подача в электронном виде. На сегодняшний день мы все пользуемся госуслугами, и все абитуриенты начинают также, имеют возможность через госуслуги регистрироваться, подаваться. То есть с каждым годом государство, система пытаются облегчить, усовершенствовать, сделать еще прозрачнее возможность поступления в высшее учебное заведение. За какие индивидуальные достижения можно получить дополнительные баллы? То есть не только же ЕГЭ? Дополнительные баллы традиционно за все виды, то есть начиная от спорта, когда за значок ГТО даются дополнительные баллы, за научные достижения, когда, допустим, наши ребята участвуют в олимпиадах Кулибины 21 века, или, допустим, у нас две секции международной конференции имени Лобачевского. Ребята, которые становятся победителями, призерами вот таких научных мероприятий, они имеют дополнительные баллы, дополнительные преимущества. Но следует отметить, что по всей России в рамках всех приемных кампаний дополнительные баллы не превышают 10 баллов. То есть это нельзя как бы ущемлять права тех, кто не участвует, допустим, в спорте, или в науке, или является общественным лидером общественным. Поэтому здесь дополнительные баллы, все эти правила прописаны в приемной кампании, и можно четко как бы отслеживать, за что дается дополнительные баллы. За диплом с отличием, за золотую медаль, дополнительные баллы. Что же, на этом наши вопросы подошли к концу. Есть что еще добавить абитуриентам, потому что времени до приемной кампании остается совсем немного. Расшите, я тогда вот как представляю кафедру управления качеством, абитуриентам, родителям, хочу сказать, что в жизни вокруг нас все состоит из качества. То есть качество пищи, качество еды, качество оказания услуги, медицинской или обслуживания, или транспортной. И на кафедре управления качеством готовят специалистов, которые оценивают качество, которые являются экспертами в области качества, которые проводят аудит. И вот хотелось бы привлечь наших абитуриентов, желающих стать неким таким посредником между производителем, когда посередине есть человек, который оценивает качество, и есть потребитель. Поэтому всех наших абитуриентов приглашаем к нам в инженерный институт. У нас большое количество бюджетных мест, большие возможности, помимо образовательной деятельности, это и танцы пляски, и возможность получения дополнительного образования. Вот, допустим, сейчас наши студенты получают дополнительную квалификацию оператор станка с ЧПУ. То есть это очень востребовано. И мы отмечаем, что ожидали, что будут парни учиться на этой дополнительной специальности, но большое количество также и девчонок изъявляют желание. В целом в Казанский федеральный университет приглашаем наших абитуриентов, потому что Казанский федеральный университет дает большие возможности, огромные возможности для построения своей будущей профессии. И вот обучаясь в инженерном институте, вы станете высококлассными специалистами с достойной оплатой зарплаты. Спасибо большое. Елена Сергеевна, есть что добавить? Ну, хочу сказать, что вот относительно изменений приемной кампании, в этом году новшеством явилось то, что подается одно заявление сразу на несколько направлений, и абитуриент может выстроить приоритетность с первого по шестой приоритет, то есть подать сразу заявление на несколько направлений. И хочется отметить, чтобы абитуриенты, понятно, что сейчас уже все школьники нацелены на сдачу ЕГЭ, они уже определились, долго готовились, но, тем не менее, рекомендую уже сейчас попробовать подать заявление. Уже сейчас можно, система открыта, подгрузить имеющиеся документы, то есть это какое-то портфолио достижения можно уже подгрузить, можно сформировать, собственно, само заявление. И когда будут результаты ЕГЭ получены, абитуриенту, по большому счету, останется только догрузить эти результаты и подгрузить аттестат о среднем образовании. То есть это существенно облегчит задачу выбора. Уже будет, в общем-то, такой момент. При подаче заявления абитуриент может неоднократно отзывать, подавать заявление, то есть это допускается системой, и таким образом у него, в общем-то, будет уже формироваться некое понимание, куда он хочет поступить. То есть я призываю сегодняшних абитуриентов уже не бояться, и их родители в том числе, зайти на эти системы, попытаться сформировать заявление, попытаться подгрузить какие-то документы, имеющиеся уже, да, по крайней мере, портфолио, дипломы и другие формы документов уже можно сформировать. То есть опробировать личный кабинет. То есть я уже сейчас к этому моменту призываю. Более того, если возникают какие-то вопросы, уже сейчас наши контакты и мои, Ильдара Лисуровича, есть на страничке Инженерного института, прямо на сайте КФУ, можно зайти в раздел Институт, Инженерный институт, там представлены наши контакты, можно уже позвонить и получить консультацию. Можно приехать к нам, договорившись предварительно о встрече, и приехать познакомиться, посмотреть, в каких условиях будет учиться будущий студент. Задать какие-то вопросы, которые, возможно, сейчас после этой информации появятся. Можно написать на почту нам, можно нам позвонить. Это не составляет никакого труда. Мы практически всегда отвечаем, у нас всегда есть обратная связь. И даже если приходит к нам один единственный школьник, то мы всегда с ним встречаемся, мы показываем ему условия учебы, которые будут учиться. Нужно отметить, что учеба проходит не только на базе Инженерного института, мы активно работаем с нашими ведущими институтами. Это и Институт физики, и Институт математики, и Институт химии. То есть все профильные предметы, которые предусмотрены образовательной программой, задействуют, сотрудничество у нас ведет с ведущими специалистами Казанского федерального университета. Это так называемые предметы, которые ведут узкопрофильные специалисты. То есть не только мы ограничиваемся нашим пространством. Поэтому школьник, студент наш, он получает комплексное образование. Он получает все основные базовые компетенции, которые ему пригодятся дальше в профессии. И нужно отметить, что Казанский федеральный университет все равно сохранил классическое образование. Все равно это фундаментальная основа наук. И в Казанском федеральном университете мы студентов учим, не только обучаем их каким-то компетенциям, но еще и учим, прививаем им думать широко. То есть нельзя сказать, что придя в Инженерный институт, вы станете врачом, вы там станете, например, инженером-метрологом, раз на метрологии человек учится, открывается максимум возможностей. Формируется базовое знание, базовое инженерное знание, которое нашим ребятам в процессе обучения уже позволяет формировать профессиональную траекторию. В частности, проходить практики на тех уже предприятиях, где они в перспективе будут работать. У нас уже многие уходят сразу практически с дипломами, уже трудоустраиваются на работу. Мы гордимся своими выпускниками, у нас есть кем гордиться. У нас достаточно большие успехи у наших выпускников. Это и в управленческой среде, это и в промышленном производстве, это и в экономической сфере. То есть мы отслеживаем и поддерживаем связь с нашими выпускниками. Обратную связь тоже с ними. Надеемся, что абитуриенты, которые затем станут студентами, не подкачают и марку будут держать или наоборот даже ее делать выше. Ну, наверное, еще нужно отметить, будет правильнее отметить, относительно всех интересует наличие общежития. То есть у нас есть, у первокурсников есть места в общежитии, и при подаче своего заявления в личном кабинете вы там тоже ставите галочку о том, что вам нужно общежитие. И мы стараемся по мере возможности всех наших студентов, нуждающихся, обеспечить общежитием максимально, насколько позволяет нам наша возможность. Вы знаете, что наши студенты живут на территории деревни Универсиады, что все кампусы, общежития, которые у нас имеются в студенческом городке, да, это на Аделе-Кутуе, они все прошли капитальные ремонты и все имеют достаточно комфортные условия проживания. То есть наши студенты живут в комфорте. Вообще студенты Казанского федерального университета живут в комфорте. Вот, ну, что еще? Вот как-то так. Что ж, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Вам хорошей приемной кампании. Ни пуха, ни пера, как говорится. Еще с вами увидимся в рамках наших эфиров и подробнее поговорим уже, как идут дела у нас там в соседнем здании на Кремлевске 35. Еще раз большое спасибо, что пришли. Спасибо. Это был КФУ-Лайф для Инженерного института. Следите за расписанием, эфиров будет много и вопросов, надеемся, от вас тоже будет много, чтобы потом не было никаких проблем с поступлением. Счастливо, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова